В Минсельхозе Ингушетии прошло первое заседание рабочей группы по разработке концепции развития мясомолочной отрасли в республике. До 2025 года в регионе планируется строительство двух мясомолочных комплексов, что станет большим плюсом в первую очередь для владельцев семейных ферм, которые смогут продавать КРСМ комплексом по выгодной для них цене. Члены рабочей группы заранее обсудили трудности, с которыми могут столкнуться в дальнейшем при реализации концепции. В основном эта концепция рассчитана на инвестиционные вложения, но большая проблема будет с внедрением этой концепции в производство. Так как у нас в республике мы знаем, что очень мало площадей, на которых можно развернуть эти инвестиционные проекты. Когда там, например, говорилось, что членами рабочей группы предлагались два мясомолочных комплекса. Они должны располагаться на каких-то промплощадках с необходимыми коммунальными, другими какими-то подводками. Реализуя эту программу, республика сможет полностью обеспечить себя такими продуктами, как молоко, мясо, рыба. Рабочей группой уже продуманы и обозначены первые шаги, которые необходимо сделать для реализации концепции развития мясомолочной отрасли в регионе. Я думаю, что первостепенной задачей является создание племенной базы животноводства. Чтобы животные, которые у нас есть и которые мы будем приобретать для реализации этой концепции, они были высокопродуктивными, они были чисто племенными. Это позволит не только за счет увеличения поголовья, а за счет увеличения их непродуктивности, позволит нам реализовать эту концепцию.